Девушки отдыхают Достаточно нам 10 минут, после которых вы надолго избавитесь от тяжести в ногах, болевых ощущениях. И уже незабаром, вы уверены, что берете для своей семьи качественный шампунь? Он вызывает раздражение глаз, носа и вызывает появление очень сильных аллергических реакций. Дизнайтеся, чем насправдь вы мыете голову. Здравствуйте, мои хорошие! Очень рада видеть вас в прекрасном настроении. Думаете, я затеяла ремонт? А вот и нет. Наш эксперт Андрей Бабаев утверждает, что с помощью линолеума можно определить, насколько безопасным для здоровья является шампунь. Как это сделать? Узнаете прямо сейчас. АПЛОДИСМЕНТЫ Чистые, здоровые, красивые, шелковистые волосы обещают нам производители шампуней, но обещание не всегда сбывается. В чем подвох, знает Андрей Бабаев. Именно он расскажет, как выбрать качественный шампунь. Андрей, здравствуй! Привет, Надя! Я прям поближе к тебе, потому что глазам свою не верю. У нас уже добрая традиция. Ты в костюме своего героя, а сегодня на тебе нет костюма шампуня. Мы надели наши шампуни в костюмы Суперменов. Но у меня такое впечатление, что если кто-то в костюме Суперменов, то он должен полететь. Обязательно наши бутылочки с шампунями будут сегодня летать. А куда, как и почему? Почему? Да, и об этом мы поговорим немного позже. Первый шампунь створили лишь на начале прошлого столетия. До того часа люди использовали для мытья волосы и отвары трав, и попил, и глину, и даже бензин. Творцем сучасного шампуня в тому вигляді, в яком мы звикли его бачить, вважает немецкая Ханса Шварцкопфа. Он удосконалил сухий шампунь-порошок, створенный английцем Кейси Хербертом, что смешивал пудру и мило с травами и продавал эту сумишу в маленьких пакетиках біля власного будинку. Свой винахид он на рік шампунем от названия индийской квитки «Чампу». В те часы с ней вы добывали олію, которую втирали в шкиру головы для смягчения волосся. Перші шампуни были дуже дорогими, и дозволити собі таке задоволення могли лише справжні пани та панянки. Доступным для всех людей на планете цей засіб для миття головы став завдяки американцям, які придумали, як здешевити його виробництво. Ну а теперь давай вообще начнем нашу тему шампуня. Почему эти бутылки в костюмах суперменов? Многие маркетологи и производители декларируют, будто бы их шампуни наделены сверхъестественными способностями. Могут наделять наши волосы неимоверной силой, заставить волосы блестеть и быть очень-очень здоровыми и красивыми. Но в действительности это все немного не так. Почему? Давай потихоньку разбираться с тобой. Будет сегодня несколько мифов, и мы их с тобой будем сегодня развеивать. Итак, миф номер один. Шампунь два в одном. Пожалуй, это самый распространенный вариант. Шампунь и бальзам моем и ухаживаем за волосами одновременно. Белый лист будет у нас ассоциироваться с чистым волосяным покровом. Явно блондинка. Это грязь, которая попадает извне на наши волосы. А что делает шампунь? Он моет эти волосы. И довольно эффективно. Довольно эффективно справляется с загрязнениями. Шампунь является неким магнитом, который притягивает на себя грязь, которая образуется у нас на волосах. Далее мы наносим бальзам, либо же кондиционер, который, наоборот, притягивается к нашим волосам. Этим самым создает защитное действие для наших волос. То есть грязь, которая будет на них попадать, она не будет так к ним приставать, и волосы не будут пачкаться с той силой, если бы они были без бальзама, либо же без кондиционера. А в чем же подвох? Если в одной бутылке будет находиться и шампунь, и бальзам, они будут противодействовать друг другу. Если мы помоем голову шампунем, мы очистим наши волосы. Далее мы нанесем на них бальзам или кондиционер, мы волосы наши защитим. Но если же в одном флаконе находится у нас и шампунь, и бальзам, шампунь, в свою очередь, будет очищать тот бальзам, который будет пытаться прилипнуть к нашим волосам, чтобы сделать защитное действие. То есть получается, шампунь будет плохо вымывать волосы, а бальзам будет плохо справляться со своей защитной функцией, которую он должен выполнять. А между прочим, за бутылочку два в одном, а тем более три в одном, заплатить придется дороже. Немало дельно. Значит, мы просто выбрасываем деньги на ветер. Конечно, покупать отдельно шампунь и бутылочку бальзама, либо же кондиционера. Шампунь два в одном – это лже-супермен. Он со своими действиями, заявленными в рекламе, абсолютно не справляется. То есть мы лишаем лже-супермена его суперсилы и отправляем его... Какой следующий миф ты собираешься развеять? Шампунь против выпадения волос. Производители, маркетологи обещают нам, что, пользуясь таким шампунем, наши волосы будут крепкими, выпадать они практически у нас не будут. И подтверждением тому будут слова врача-трихолога Дениса Прокоповича. Существует очень много видов выпадения волос и столько же причин, которые к этому приводят. Очень часто на своей консультации говорю о том, что волос – это чаще всего индикатор проблем внутренних. И к выпадению волос могут привести наличие хронических заболеваний. Особенно это касается патологии желудочно-кишечного тракта, эндокринная патология, то есть заболевания щитовидной железы, гормональные сбои, проблемы с сосудами и позвоночником. И если мы говорим о причинах, которые приводят в той или иной степени к выпадению волос, то мы всегда говорим о комплексе факторов. Врач-трихолог всегда рассматривает вот эту цепь закономерностей, то есть это уход правильный, это особенности питания, это наличие хронических заболеваний. И всё это в комплексе может действительно рано или поздно сбою в этой цепи могут привести к патологическому выпадению волос. Шампунь может идти в комплексе, да, параллельно с какой-либо лечебной сывороткой, с лосьоном. Но сам по себе шампунь не является лечебным средством. Основная функция кожи, одна из основных, это всё-таки барьерная функция, да, и сквозь неё мало что проникает. А выпадение волос всегда идёт изнутри, от луковицы. Шампунь не может проникнуть сквозь кожу и не может воздействовать на луковицу. То есть действие шампуня сугубо поверхностное. Спасибо, Денис. Вот теперь мы убедились, что приостановить выпадение волос с помощью только одного шампуня нереально. Практически нельзя. Должна быть комплексная терапия. Срываем с него плащ, отправляем в мусорный бак. Следующий миф. Качественный шампунь хорошо пенится. У нас представлены три шампуня. Лечебный, детский и обычный. Где какой шампунь, это закодировано под номерками 1, 2 и 3. Мы сейчас нанесём на наши губки воду, нанесём понемногу шампуня и узнаем, какой шампунь из них лучше пенится. А потом выясним, что же это за шампунь. Да. Что же это за шампунь и что это значит. Как правильно действовать? Сперва намочить губку? Сперва мочим губку. И с помощью мерной ложечки наносим одинаковое количество шампуня. Какой у тебя номер это? Это шампунь под номером 1. Это у нас будет шампунь под номером 2. И шампунь под номером 3. Так, что касается пены, о, по-моему, третий просто рекордсмен, посмотри. Шампунь под номером 3 пенится лучше всех, шампунь под номером 1 на втором месте и шампунь под номером 2 на третьем месте. Итак, шампунь под номером 1. Пены мало. Это лечебный шампунь. Точно. Я пользовалась когда-то лечебным шампунем для того, чтобы действительно вспенились волосы. Нужно было очень много его набрать. И как ты думаешь, что у нас под номером 2? Детский, наверное. Давай смотреть. Действительно. Ой, точно. Я даже не знаю, почему я сказала, скорее пыталась угадать. То есть детский пенится тоже не слишком? Детский тоже не слишком пенится. И шампунь под номером 3, ну, уже дедуктивный. Обычный шампунь. Обычный шампунь, да. Пены здесь больше всего. Так а что же лучше для волос, чтобы шампунь пенился, как обычный, или практически совсем не давал пены, как лечебный? Если шампунь пенится, это говорит о том, что в шампуне находится очень много павов. Поверхностно-активные вещества. Это те же, которые в порошке, а в средствах для мытья посуды? Да, да. Это все одного и того же поля ягода. Получается, что в лечебных шампунях павов по ГОСТу не более 10%. Соответственно, это и говорит о том, почему он так не очень сильно пенится. В детских шампунях павов допустимая норма не более 15%. И в обычных шампунях количество павов не более 20%. Чем больше их находится в шампуне, тем больше будет шампунь пенится. Павы, которые очень сильно пенятся, они относятся к разряду вредных павов для нашего организма и, соответственно, для кожи головы. Делаем выводы, что пена – это не показатель качественного шампуня. Соответственно, этот супермен – это также лже-супермен. Мы его лишаем красного плаща и отправляем его в корзину. Теперь следующий миф. Конский шампунь. Касательно конского шампуня ответит наш эксперт-рихолог Денис Прокопович. У нас очень разное строение кожи. У лошадей и у нас. У лошадей намного больше заложено сальных желез внутри кожи. Кроме этого, PH кожи намного выше. У лошадей до 7. У человека это 5-5. Поэтому все средства, входящие в состав конского шампуня, очень концентрированы. И если учесть, что даже абсолютно любой шампунь человеческий может вызвать аллергическую реакцию, если какие-то компоненты, входящие в состав шампуня, могут не подойти индивидуально, то что уже тогда говорить о конском шампуне? Были в практике случаи, когда обращались пациентки после применения конского шампуня с очень сильным раздражением кожи головы, сильным зудом, с покраснением, вплоть до выпадения волос. В состав конского шампуня входит силикон. И некоторые производители шампуня для нас, да, как бы тоже включают его в рецептуру свою. Силикон на первых порах, безусловно, покрывает волос защитной плёнкой. Действительно, он придаёт блеск, эластичность, придаёт объём. Но злоупотребление силиконом, просто эта плёнка, создаваемая им, в конце концов не смывается. И, соответственно, все питательные вещества не поступают в кутикулу волос. Так вот, почему производители стали выпускать шампуни без силикона. Да, то есть, получается, эффект недолговременный. Первое время мы моем голову шампунем для лошадей, получаем значительный эффект, волосы блестят, якобы становятся лучше у нас. Но через 2-3 недели этот эффект исчезает, наши волосы не выдерживают этой нагрузки, и волос получается ломкий, сухой. Тусклый, тяжёлый. Тяжёлый, да. То есть, всё это действие конского шампуня. В 2000-х годах стилист Сары Джессики Паркер имел неосторожность сказать, что она моет голову конским шампунем, и поэтому волосы у неё такие красивые и объёмные. В итоге оказалось, что она мыла голову с шампунем, который содержал конский кератин. То есть, конский шампунь и шампунь с использованием конского кератина – это совсем две разные вещи. Так откуда же берут этот конский кератин, и какой эффект он оказывает на волосы людей? Конский кератин берут из конского жира, который сам богат этим кератином, и, соответственно, в шампуне он уже начинает укреплять кожу головы и улучшать структуру наших волос. В результате Супермен под названием «Конский шампунь» улетает? Да, потому что это две большие разницы. Соответственно, мы снимаем с него красный плащ и отправляем вслед за его коллегами. Ох, Андрей, чувствую я, что останусь я без Супермена сегодня. Я буду твоим Суперменом сегодня. Годится. А у нас пятый миф, заключительный и, наверное, самый скандальный. Шампунь лучше, если он без лаурилсульфата. Если бы шампунь был без лаурилсульфата, он бы просто не справлялся со своими функциями. Наши волосы постоянно были бы грязными, жирными, засаленными. Ну подожди, ты понимаешь, что ты сейчас действительно развенчиваешь миф, который до сих пор казался просто достижением науки? Все исследования показали, что лаурилсульфат вреден, что он может даже вызывать определенные заболевания. А теперь ты говоришь, что хорошо, что он есть в шампуне. В 80-е годы в Америке был очень большой скандал, бум о том, что лаурилсульфат, он очень вреден для нашего организма, для головы, он может вызывать рак кожи. То есть все это действительно было. Но после этого были проведены неоднократные исследования, эксперименты, которые доказали, что лаурилсульфат все-таки не вызывает образование рака и, соответственно, он безвреден для нас. По одной из версий, эту информацию распространяли интернет-магазины, которые в свое время торговали натуральной косметикой. Просто отобьем охоту искать шампунь без лаурилсульфата, потому что большинство моих подружек так и делают. Пришла в магазин и смотрит, чтобы на этикетке шампуня было указано. Не содержит лаурилсульфата. Следует знать одно, что есть таблица градации сульфата. Их существует 6 разновидностей, от самых щадящих до самых сильных. Самый безвредный из них это Ти, Лаурет и Лаурилсульфат. На втором месте стоит Лаурет и Лауритсульфат натрия. И на третьем месте стоит Лаурит и Лауретсульфат аммония. Если вы моете голову шампунем с качественным павом, то вред сводится к минимуму. Мы делаем выводы, что все-таки этот Супермен, который у нас сегодня останется стоять на столе. То есть мы его не отправим к его собратьям. То есть Лаурил и Лауретсульфат не так страшен, как нам об этом рассказывает реклама. Неудобно, конечно, при Супермене такое говорить, но может быть все-таки органический шампунь, состоящий из натуральных компонентов, лучше, чем тот, который содержит химию. В каком-то плане он будет лучше, но цена его будет не менее 100 гривен за одну бутылку. Это следует понимать. И, конечно же, его пенящиеся и моющие свойства будут намного хуже, нежели шампунь с Лаурел и Лауретсульфатом. То есть его расход будет в 2, а то и в 3 раза больше, нежели обычного шампуня по цене 20-30 гривен за бутылку. Почему же органические шампуни стоят так дорого? Он стоит намного дороже, потому что моющие вещества синтезируют из натуральных компонентов, в том числе из кокоса. Есть же еще шампуни с натуральными компонентами. Они насколько соответствуют своему гордому названию? Это шампунь с тем же Лаурел, Лауретсульфатом, с павами любыми. Просто в него немного, может быть, добавили какого-либо масла, какой-либо натуральной отдушки, какого-либо натурального вещества. И тем самым декларируют на этикетке уже, что это шампунь натуральный. По итогам всего, что мы сегодня узнали, можно, наверное, вывести формулу идеального, безопасного, качественного шампуня. Формулу мы вывести действительно можем, но, конечно, хотелось бы еще сказать и о плохих веществах, которые могут содержаться в составе шампуня. Следует помнить, что между бензином, тормозной жидкостью, линолеумом и шампунем есть очень много общего. И об этом мы сейчас с тобой поговорим. Вы должны запомнить три компонента, которые ни в коем случае не должны содержаться на этикетке шампуня, который вы будете покупать. Итак, запоминаем все вместе. Это пропиленгликоль, это продукт нефтехимии, то вещество, которое содержится в тормозной жидкости. Пропиленгликоль является нейротоксином, который способен вызывать дерматит. Этим ингредиентом некоторые недобросовестные производители пытаются заменять некоторые дорогие компоненты шампуней, которые призваны приглаживать чешуйки волос и придавать им шелковистость. На втором месте опасный компонент это минерал-ойл, минеральное масло. Это вещество, которое содержится в бензине, оно является производной нефтепродукт. Я, кстати, знаю, что женщины, которые следят за своей красотой и здоровьем одновременно, стараются и косметику, например, для кожи лица, выбирать без содержания минеральных масел. Пленка из минерального масла задерживает токсины, которые выводятся через поры. Кроме того, она препятствует проникновению кислорода в наш кожный покров. Соответственно, замедляет кровообращение, растворяет природный кожный жир и сушит кожу. Следующий опасный компонент на английском языке очень тяжело прочитать, но на русский перевожу это формальдегиды. О, ничего себе! Те вещества, которые тоже содержатся в некачественных шампунях. Их также используют в производстве линолеума. А в шампуни добавляют их для того, чтобы приостановить рост микроорганизмов, которые могут там развиваться. Формальдегиды являются консервантом, которые продлевают срок годности нашего косметического средства. В Европе формальдегид был отнесен к категории потенциально опасных веществ. И, соответственно, его в европейских шампунях мы вообще нигде не найдем. Он вызывает раздражение глаз, носа и вызывает даже появление очень сильных аллергических реакций. А нам с вами просто необходимо запомнить, записать название этих небезопасных веществ и следить, чтобы на упаковке шампуня, который мы покупаем в магазине или в аптеке, этих названий не было. А с другой стороны у нас состав шампуня, который будет нам приносить больше пользы, нежели вреда. На первом месте должна быть написана «Аква», это вода. На втором месте «Содиум лаурет» либо же «Лаурилсульфат». На третьем месте «Ти лауретсульфат» или «Ти лаурилсульфат». На четвертом месте «Какамида пропил бетаин». На пятом месте «Оливковое» или же «Миндальное масло». И на последнем месте это «Парфумы». Состав правильного шампуня вы сможете найти на сайте нашей программы. Обязательно посмотрите. В шампунях есть загустители и разные компоненты, которые разнятся в составе в зависимости от того, для каких волос предназначен данный шампунь. Какие именно это компоненты, расскажет промо «Медный», когда научит нас выбирать шампунь в зависимости от типа волос. Спасибо, Андрей. А шампунь стоит выбирать не по обещаниям производителей, а по его составу. И все, вы да добре. Как часто после дня на каблуках или в тесной обуви вы ощущали тяжесть в ногах, боль в мышцах, а может быть даже у вас были судороги? Как избежать этих проблем с помощью массажа? Расскажет Елена Ткаченко. Встречайте. Леночка, привет. Привет, Надюшка. Я тут уже в носочках, поэтому далеко не пойду. Я сегодня покажу несколько простых, но достаточно эффективных приемов самомассажа стоп, после которых вы надолго забудете о тяжести в ногах, усталости, болевых ощущениях и даже судорогах. Для этого нам понадобится сесть на коврик. Располагаемся поудобнее. Эти симптомы могут свидетельствовать о серьезных проблемах, которым приводит как раз тесная обувь, обувь на каблуках. И об этом мы поговорили с врачом-ортопедом. Послушайте. Тесная обувь, высокий каблук – это фактор воздействия на опорно-двигательный аппарат человека, начиная от стоп и заканчивая верхними отделами позвоночника. Проблема начинается со стоп. Первыми начинают страдать пальцы, происходит их деформация. То, что называется в простонародье – растет косточка. Происходит подмывих в суставах пальцев с последующей необходимостью проведения оперативных хирургических вмешательств. Страдают суставы стоп, укорачивается ахиллово сухожилие. Страдает коленный сустав. Происходит нарушение кровообращения, которое сопровождается отеками, варикозным расширением вен. Для профилактики обязательно выполнение упражнений для стоп. Массаж стоп – это хорошо снимает напряжение, перегрузку в суставах и в тканях стоп и общую релаксацию. Ну, мы сейчас будем учиться самомассажу. А можно ли этот массаж доверить кому-то другому? Ну, если есть кому-то. Безусловно, этому массажу можно научить своего партнера и доставлять друг другу приятные моменты, потому что массаж – это достаточно приятная процедура. Конечно, в идеале этот массаж хорошо выполнять дома, вечером, после трудового дня, когда вы бегаете целый день на каблуках и ваши ножки устали. Перед массажем желательно сделать теплую ванночку для стоп, добавить отвар трав или же добавить свое любимое аромомасло. Ну, звучит все так соблазнительно. Может быть, все-таки кому-то нельзя делать такой массаж? Как и в любом виде массажа, есть свои противопоказания. Прежде всего, не рекомендуется делать массаж, если у вас кожные заболевания в обрабатываемой зоне, как инфекционно, так и механического характера повреждения, это и ссадины, и царапины. Если у вас варикозное расширение вен, или же если вы температурите, то потерпите до выздоровления. Но я думаю, что с такими симптомами вы вряд ли будете бегать целый день на каблуках. Достаточно уделять 10 минут в день и сделать 7 простых массажных приемов, и вы можете забыть о тяжести и болях в ногах. Итак, первое массажное движение для ног. Как и любой массаж, мы начинаем делать с поглаживаний. Кладем нашу стопу между ладошками, простыми легкими движениями, вверх по стопе направляемся сюда к лодыжке. С каждым разом все более и более увеличиваем давление. Делаем 3, 5, 7 поглаживающих движений. Теперь переходим к основной части, разминанию стопы. После чего мы почувствуем расслабление мышц, прилив крови к стопе. Вы почувствуете облегчение не только в стопе, но и во всем теле. Накладываем ладошки наши на края стопы. И большие пальчики у нас лежат параллельно друг к другу. Начинаем разминающими движениями круговыми, выдавливающими. Массировать верхний свод стопы, стараясь свернуть стопу в трубочку. 3, 5, 7 таких движений будет достаточно. Второе наше массажное движение. Не меняя положение рук, мы переходим к основаниям пальчика. Круговыми движениями у основания каждого пальчика разминаем эту вот зону. А если мы используем массажное масло, то как много нужно его добавлять? Его нужно добавлять совсем немного, чтобы просто скользили пальчики. Если в момент массажа вдруг где-то болевая точка нащупается, пусть это вас не пугает. Это может говорить о том, что у вас все-таки действительно есть застойные отечные явления в стопе. Чем дальше вы делаете, продолжаете делать массаж, эти болевые ощущения у вас исчезнут. Третье массажное движение – это разминание. Накладываем наши ладони на основание пальцев с этой стороны. И подушечки ладони у основания пальцев. Подушечки их подушечка. Разминаем таким образом суставчик. Мы говорили с врачом-ортопедом о том, насколько важно подобрать правильную обувь. Почему возникает шишка на ноге, потом она болит, возникает затруднение при ходьбе. Кстати, вы можете посмотреть этот сюжет на нашем сайте. Лен, скажи, пожалуйста, а вот для этой косточки не будет вредно, что мы ее так массируем? Это будет очень полезно. Вы можете даже уделить внимание вот таким образом именно косточке, локально помассировать это место. Это только благотворно скажется. А помимо болезненных ощущений, иногда возникает онемение. Это потому, что затруднен кровоток, кровь практически туда не поступает. Делаем четвертое массажное движение. Мы накладываем основание ладони на подушечки нашей стопы. И придерживая другой рукой за пяточку, немножко на себя тянем пальчики, чтобы вы почувствовали натяжение нижнего свода стопы. Вот в эту сторону и в эту сторону. Переходим к пятому. Накладываем, как мы делали в первом приеме, только теперь на нижний свод стопы. Два пальчика у нас больших параллельно лежат. Круговыми движениями мы растираем наши подушечки, которые у нас очень болят после хождения на высоченных каблуках. Женщины знают, что это самое проблемное, болезненное место. Вот таким образом мы их разминаем. Шестое движение мы держим верхний свод стопы, хорошо фиксируем. И фалангами другой руки, круговыми движениями по направлению к мизинцу, от пальчиков до пяточки проходимся по всей стопе. Я так понимаю, что у тебя бывают разные клиенты с разной чувствительностью стоп. Часто хохочут во время массажа? И что тогда? Это противопоказание? Нет, это не является противопоказанием. Конечно, нужно чувствовать клиента, это приходит с опытом. Но скажу, что чем сильнее я делаю усилия, тем, в общем-то, эти ощущения у клиента проходят. Ага, перестают смеяться, начинают стонать от боли. Ну, кажется, когда сам себе делаешь массаж, то щекотки не чувствуешь. Нет, конечно, вы не будете чувствовать, потому что вы себя знаете, и у вас, конечно, другое восприятие. Упражнение, седьмой прием, это растирание, интенсивное растирание. Мы также, как и в начале, накладываем при поглаживании ладошки сверху и снизу и очень-очень интенсивно растираем, чтобы почувствовать еще большее тепло. Не забываем про боковые поверхности стопы. Мы заканчиваем наше упражнение. Достаточно нам десяти минут, после которых вы надолго избавитесь от тяжести в ногах, болевых ощущениях, и на следующий день можете легко фархать на каблуках. И ваши ножки будут как новенькие. Спасибо, Лена. Месяц назад Эктор объявил конкурс на лучшую аджику. Все это время от вас, дорогие зрители, приходило большое количество разнообразных рецептов. И сегодня настало время, наконец, объявить победителя этого конкурса и вместе с ним, здесь, на нашей кухне, приготовить лучшую аджику. Эктор, у нас праздник. Здравствуйте. Я с нетерпением ждал в этой мете. Очекуя новых рецептов, я щодня заходил на сайт и уважно вивчал каждого листа. И сегодня мы узнаем человека, который прислал рецепт аджики, больше всего понравившегося Эктору. Но у нас не один победитель. Перед тем, как приготовить лучшую аджику, давай объявим имя человека, который тоже получит приз. Все верно, Надю. У нас два переможца. И одного из них обрали наши глядачи. Андрей Осачи. Из города Запорожье. Андрей получает замечательный приз, награду за самый интересный рецепт аджики, за который проголосовали пользователи интернета. Люди, которые заходили на сайт, голосовали и голосовали. И вот, какой замечательный награду получает Андрей Осачи. Это набор кастрюль и вот такая медаль улюбленной республики. Ну а теперь пришло время узнать имя нашей главной победительницы. Далее в шоу. Роман Медный расскажет про модные тенденции этой осени, а также научит, как правильно носить трендовый одяг и с чем его поединивать. Клетка очень плохо дружит с другими принтами, поэтому лучше клетку сочетать с однотонными вещами. А также Алена Курилова расскажет, какая страва допомога уберегать себя и своих близких от черной заздрости, что может сруйнувать ваше життя. Вот человек, который вам завидует, которому вы не доверяете, защита должна быть, и она есть. И уже незабаром, дизнайтеся, кто станет переможцем всеукраинского конкурса на «Кращий рецепт аджики». Субтитры делал DimaTorzok эксперты подскажут, как забыть их раз и назавжди. Давайте поборемся с брюшками с помощью косметолога. Такую кожу, воспаленную, нужно обязательно успокоить. Берем наш уникальный. А просто сейчас смотрите, кто из участников конкурса на «Кращий рецепт аджики» проведет майстер-класс ее приготовления для Эктора Хименеса Браво. Ну а теперь пришло время узнать имя нашей главной победительницы, которая прямо сейчас вместе с Эктором будет готовить аджику по своему рецепту на нашей кухне. Это Людмила Меркулова с Днепропетровска. Людмила Меркулова сегодня здесь у нас в гостях. Идите, пожалуйста, к нам. Эктор, это медаль. Здравствуйте. Здравствуйте, Людмила. Здравствуйте, Людмила. Приятно познакомиться. Людмила победительница конкурса на лучшую аджику. И медаль получает от Эктора. Лично из рук. Людмила, я знаю, что вы к Эктору питаете столь нежные чувства, что их даже словами трудно выразить. Но вы постарайтесь, пожалуйста. Я человек работающий, и не всегда могу смотреть вашу передачу. Но с вашим участием я смотрю чаще всего. Была очень обрадована, когда вы начали делать аджику. У нас очень любят, особенно Днепропетровский, Запорожье. Естественно, первые рецепты у вас пришли на сайт 21 числа. Мой рецепт пришел 26-го. То есть я колебалась и переживала. Но мои дети настояли. Зять все это собрал и быстро отправил. То есть вся семья вам помогала? Да, да. И очень переживали. А как ваша аджика называется? У нас в доме она называется соус китайский. Эктор, неплохое название для аджики. Соус китайский. Чудовая название. Вы не представляете, как мне приятно видеть такую любовь к кулинарии в ваших очах. Адже это для нас это самое главное. Мы вам очень благодарны, что вы взяли участие в этом конкурсе. Да и вообще нам было очень приятно отримать листы от всех, кто поделился с нами собственными секретами. Спасибо за добрые слова. Получается, что летом я больше всего консервирую. Получается, вот это и есть моя страсть. Вот она, законсервированная аджика. Пожалуйста. Это уже сделано моими руками. Прелесть какая. Спасибо большое. Скажите, Люд, ну все-таки, почему ваша аджика называется китайский соус? А потому что она присутствует в специи, которые употребляются в китайской кухне. А откуда вы? Вплоть до соевого соуса. Я считаю, что соевый соус здесь лучше, чем соль. Он и придает и цвет, и привкус. Сейчас, последние 10 лет, я этот рецепт уже настолько опробировала, что готовя, даже не пробую. Я знаю, что будет на финише. А нам хочется попробовать, да, Эктор? Это первый раз, когда Эктор не хочет со мной делиться. Давайте договоримся так. Приготовим эту аджику, а потом я попробую. Начнем? Сначала снять шкурку из помидоров, вынуть плодоножки. Наверняка нам понадобятся ножи. Сейчас, секунду. Бачу, Надю, у тебя там коллекция ножей? Надъезда. Да. Идеально заточенный, профессиональный, и когда я режу своими ножами, у меня такое впечатление, что они режут, а не я. Отож, просто нарезаю ось такими шматочками, так? На произвольные кусочки. Ага. Сколько нам потребно томатів? Нам нужно полкилограмма помидор. Окей. Окей. Что еще нам понадобится, пока Эктор работает? Нам нужно перец сладкий, шесть штучков. Надежда, пока Эктор работает, мы тут полюбуемся. А бульгарский перец? Сколько? Шесть штук. Булгарское перец. Люд, а обычно, вот я, например, для аджики использую красный перец стараюсь. Здесь можно любой. Любой? Да. Мені дуже подобається блідозелений український перец. Він дуже сладкий, і я завжди користуюся ним у сезон. Угу. Вот такими кубиками резать, да? Любыми, да. Вот, Эктор, я смотрю на Людмилу и пытаюсь угадать, кто Люда по профессии. Вот тебе кажется, кто. Может, бухгалтер? Бухгалтером, ты думаешь? Чи, можливо, щось пов'язане з освітою? Соб'язава... Я думаю, вообще, вот так вот, по Людмиле, что она директор школы. Директор школы? Нет, не угадали. Ну? Я простой преподаватель в колледже. Я преподаю специальный предмет, который теперь называется инженерная графика. Это черчение и начертательная геометрия. У Эктора по этому предмету была двойка в школе, да? Да. Все эти речи пов'язаны с геометрией, статистикою, номерами и инженерией, скажу я вам... Боже, да. Нет, Эктор, я тебе скажу, что иногда, когда ты нарезаешь овощи, мне кажется, что у тебя идеально с геометрией. Что еще нужно делать? Мы пока повязали сладкий перец, но надо еще обработать горький перец. Я беру пять стручков, нужно разрезать пополам и вынуть косточки. Ну, я так понимаю, что это не в колледже вы научились острое есть. У вас был какой-то, видимо, период жизни, когда вы перец стручками просто ели. Ну, не совсем стручками, но все блюда, которые мы употребляли, были с перцем. Мой муж, инженер-металлург, было такое правило в Советском Союзе оказывать помощь развивающимся странам. И мой муж был направлен в Индию. Вы были в Индии? Да, советником. И как долго вы там жили? С 87-го по 89-й год. Это был штат Бихар, город Ранчи, полуторамиллионный, большой город с университетом, футбольной командой и огромной государственной корпорацией, тремя заводами. И как вам мясцева кухня? Очень вкусная. Очень вкусная. Очень вкусная. Очень вкусная. Могу еще рассказать маленький нюанс, как мы пришли к этой еде. Не все советские специалисты знали язык. Тогда в Индии был английский государственный, и уже при нас они переходили на национальный хинди. А переводчиками у нас уже начали приезжать узбеки, которые знали хинди. И вот от них мы узнали, как проще нам, людям европейским, прожить в жаркой стране. Надо есть то, что ест местное население. Чтобы не было так жарко? И не жарко, и чтобы не заболеть, никакой тропической болезни. И вы начали есть остров. И мы ели все. Эктор, вытри, пожалуйста, руки от перца. Ну и достичку можно протереть. Когда есть кухонное полотенце, все моментально становится чистым и сухим. Пользуйтесь обязательно. Чи уплынет цей час на ваше кулинарное подобие? Чи готовите вы зараз индийские стравы? Естественно. Аааа. Если попробуешь другую кухню, то ты обязательно что-либо внесешь в свою собственную. И что за всем этим робим из-за раз? Пропускаем через мясорубку. Ааа. Все овощи разом? Да, все овощи с разом. Вот кажется сейчас, что Эктор работает больше всех сегодня. Это правда. Это правда. Да, Эктор работает, работает. Ну что ты, Эктор, тебе помогает кухонная машина, которая справляется со всеми задачами легко и просто. Овощи измельчить? Пожалуйста. Так, завдяки нашей кухонной машине у нас выходит бездоганно однородная масса без грудочок и хорошего кольора. А что вот самое экзотическое, что вы тогда за два года жизни в Индии попробовали? Вот. Манго. больше нигде. Индийский манго найкращий в свете. Не такие, как в магазине мы едим? Нет. Совершенно не похожи. Я здесь даже не покупаю. Они не такие. Манго в Индии есть и желтый, и красный, и зеленый и просто зеленый. Я смотрю, аджики много у нас получится. Да. И сейчас у нас на кастрюлю. Выдавшись в кастрюлю и поставить на огонь. Знаешь, что мне усьому цему подобается? Подивайся на структуру и консистенцию. Вона очень одноманитна. Дивись, какой колор. Но главное, что мы будем чувствовать шмотки. Мне это очень нравится. Что делаем дальше? После того, как мы все перемололи, нужно добавить три специи. Имбирь, перец горошком и гвоздику. Пол чайной ложечки имбиря, шесть штук горошка и две штучки гвоздик. Только шесть? Шесть, да. Стакан подсолнечного масла. Можно оливкового, можно растительного. А, кстати, в Индии какое растительное масло? У них там ни подсолнечника, ни оливок нет. Оливковое масло. Оливковое? Привозное. Привозное. И пальмовое. Да вы что? Мы покупали пальмовое, но оно не такое, как здесь. Оно качество намного лучше. Так это не то пальмовое масло, которое мы все время ругаем? Нет, нет, нет. Это хорошее, качественное. Они жарят на нем, да? Да. Сейчас вот это все варится. 30 минут на медленном огне. 30 минут на медленном огне будет вариться аджика, но это только первый этап ее приготовления. Потом продолжим, а для нас с вами время пролетит быстро. У нас залишился цукор, корица, острый перец и еще нам потребен соевый соус. Три столовые ложки? Три. Три. Хорошо. Кстати, я люблю соевый соус, поэтому у меня всегда на кухне такой соус найдется. Красный острый перец, пол чайной ложечки, пол чайной ложки корицы и сахар. Пол стакана? Пол стакана. И все продолжает кипеть, да, Люда? Да, да, все кипит. И для кислоты нужен уксус. Сколько додай ему? Стакан. А вот теперь есть маленький секрет данного соуса. Минутка, минутка. Который не указан в самом рецепте. С момента закладки всех уже специй кипит на маленьком огне еще полтора часа. И нужно время от времени, естественно, его помешивать. Соус густеет и может пригореть. И вот когда вы полтора часа мешаете, с каждым движением ложки у вас всплывает наверх или горошинка, или гвоздичка. И вы ее тихонько оттуда вынимаете. И в конце вы получаете готовый продукт. Для приготовления аджики китайский соус вам понадобится помидоры, болгарский перец, лук, острый перец чили, имбирь, черный перец, гвоздика, яблочный уксус, сахар, корица, красный перец, соль, растительное масло, соевый соус. Овощи порезать на куски и пропустить через мясорубку. В овощную смесь добавляем имбирь, перец горошком, гвоздику и растительное масло. Доводим до кипения и варим на медленном огне в течение 30 минут. Крышкой не закрываем. Затем добавляем яблочный уксус, молотый перец, сахар, корицу и соевый соус, вместо которого можно добавить соль. Тушим еще полтора часа на небольшом огне, периодически помешивая, желательно почаще. И небольшой секрет. В процессе варки аджики на поверхность будут всплывать специи перец и гвоздика. Их нужно аккуратно вынимать. Готовый горячий соус разливаем стерилизованные банки и уже теперь закрываем крышкой. От этих ароматов у меня разыгрался аппетит и я очень хочу скуштовать эту аджику. Вы знаете, если на вкус она так же прекрасна, как и на запах, когда я куштую эту аджику, я чувствую симфонию смакев. Просто как ангелы спевают у меня в голове. Это аджика. Беликолепно. Спасибо большое. Пожалуйста. Это совершенно необычная аджика. Я такую раньше не пробовала. Удивительно, те же самые ингредиенты, но какие-то нотки, Людмила добавила, это не похоже ни на одну из аджик, которые я пробовала раньше. Правильно вы говорите. Такой кисло-сладкий вкус. Недаром это китайский соус. Да. Это заслуженная победа в конкурсе аджики, который продолжался целый месяц. Люда, ваши близкие смотрят на нас, как вы у меня в гостях, как Эктор вас обнимает. И, конечно же, вам просто хочется им сказать, все будет добро. Я вас всех люблю и все будет добро. Да. Да. Спасибо. Сегодня мы приготовим блюдо, которое бережет вас от черной зависти. Экстрасенс Алена Курилова расскажет, как не стать жертвой завистников и научит нас рецепту своего любимого салата под названием «Белая зависть». Алена, здравствуй. Здравствуй, Надя Курилова. Конечно, не могу не сказать, насколько тебе идет твое платье необыкновенное. Спасибо вам взаимно. Но все-таки любое словосочетание со словом «зависть» вызывает во мне какое-то напряжение. Чем белая зависть лучше черной? Зависть – это то чувство, которое иногда может являться двигателем прогресса, иногда может делать карьеры, иногда может делать какие-то вещи вот с человеком, очень даже позитивные. Это белая зависть. Я смотрю, что у нее лучше получается готовить. Я научусь готовить точно так же, как она. То есть я так думаю, что сегодня я буду завидовать тебе белой завистью, пока ты будешь готовить салат «Белая зависть». Салат «Белая зависть» получил свою назву благодаря основным ингредиентам. Белое мясо индички, белое вино, белый перец, белый редис. Эта легкая и одновременно поживная страва подойдет как для семейного обеда, так и для святкового застолья. «Белая зависть» – родинный рецепт Олены Куриловой. Экстрасенс утверждает, что такой салат на столе убережит вашу родину от черных завистьев. А если вы пригостите ним друзей и близких вашим кулинарным талантам обовязково позаздрить. По белому, звездно. Эта блюдо рекомендуется подавать к столу тогда, когда вам слегка завидуют, когда вы немножечко подбаваетесь зависти со стороны окружающих. Еще это блюдо очень подходит для девичника, потому что девочки, мы конкурентки друг для друга. Это очень легкое, спокойное блюдо, которое нейтрализует негативные эмоции. Так, мясо приблизительно 800 грамм берется на салат. Немножечко оливкового масла нам не повредит для того, чтобы наши компоненты хорошо поджарились. По каким признакам, Ален, можно определить, что завидует кто-то черной завистью? Зависть черная и зависть белая. Да, чем они отличаются друг от друга? Одно чувство созидающее, другое чувство разрушающее. Черная зависть, она просто убивает. Она несет в себе энергетику проклена. Завидую на уровне ненавижу. Я не хочу подтягиваться к уровню этого человека. Я его просто ненавижу из-за того, что он лучше, сильнее, красивее и успешнее. Наденька, я тебя попрошу вот эту белую редьку нарезать, нарезать тоненькой соломкой. Но если черная зависть, такое сильное эмоциональное чувство, наверное, и последствия могут быть очень неприятные. Вот, например, ко мне обратилась одна молодая такая интересная девушка. Она говорит, Алена, у меня выпали волосы. Они выпадают просто вот пучками огромными, вот, ну, это не медицина. Это, говорит, ну, подошла подруга просто-напросто и подергала сзади за волосы и говорит, ой, а я думала парик. Смотри, какая пышная шевелюра. Как-то фыркнула, развернулась и ушла. И она говорит, я до утром проснулась и у меня полная подушка вот пучками волос. Здесь есть одно, здесь есть энергетика зависти. Мы слегка поджарили индейку. Это у нас белое вино. Буквально слегка, да, индейка? Да, слегка, 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 слегка. И сливки. Совсем немножко сливок белых. Сливки жирные брать? Да, сливки можно, ну, в зависимости от того, на какой вы диете, собственно говоря. И обязательно, обязательно в этот салат, вот сюда, в это мясо, добавить белый перец. Белый перец, белая редька, белая часть от лука, от порея, они дают остроту, пряность. Они подчеркивают пряные эмоции. То есть зависть, это такое чувство, которое не пресно. Ну, подсолить обязательно надо. Так, это наш лук-порей, который мы нарезаем такими полуколечками. А это стебли сельдерея. Их тоже нарезать? Да, стебли сельдерея тоже нарезать. Потоньше. Человек же никакой не хочет завидовать. Это получается как-то само собой. Смотришь, что у другого человека что-то есть, и прям ощущаешь в себе это неприятное чувство. Так как же с ним в себе бороться? Нужно энергию зависти направить в нужное русло. Пришли вы в дом, а в доме полная чаша, вот как говорится. Нужно заходить и думать, всем бы так бы, как вам. Вашего да всем бы, понимаете? То есть не мне этого, а всем бы так бы, как вам. То есть надо давать энергетический посыл при умножении чужого счастья. Когда завидуют тебе, необходимо мысленно подумать, ваши речи вам на плечи, ваши мысли вам в карман. Ваши речи вам на плечи, ваши мысли вам в карман. Да. Ну вот у нас уже наша индейка практически. Наденька, давай смешивать вдвоем все наши компоненты. Редька, сельдерей, лук, порей. И вот этот салат, он просто необходим. Салат я никогда не режу, но, насколько все знают, салат лучше рвать руками для того, чтобы отдавать молодой зелени не энергию, как бы сказать, ножа, металла, а энергетику собственных рук. Ну вот мы уже разобрались, как не завидовать, отучать себя от этого, как защищаться от черной зависти, а как не провоцировать людей на то, чтобы они завидовали. Провоцируем мы людей к зависти хвастовством, иногда даже излишне. Когда вы активно хвастаетесь перед глубоко несчастным человеком, ну, который несчастен в этом направлении, да, вот, например, вот у него это не получилось, а вы его добиваете, вы вызываете эмоцию зависти. Сами виноваты. До какой степени нужно готовить индейку, Ален? Ну, уже практически все. Вот индейку мы готовим до той степени, пока у нас выпарится этот соус, но обязательно надо, чтобы он не подгорел. Получается, что у нас уже все практически готово, да? Мы можем выключать нашу печку. Салат мы заправим оливковым маслом, бальзамическим уксусом и немножечко слегка соли. Соль, Надь, вот соль, она всегда оберег. Мы с тобой уже много рассуждали о соли, блюдо пересаливать нельзя, но капелька-капелька соли уместна, конечно же, в любом блюде. И не только для вкуса, но и для хорошей энергетики получается, да? И пока индейка немного остывает, я еще по поводу одной зависти хочу спросить. Бывает зависть белая, бывает черная, а вот это такая серая зависть. Человек не желает ни зла, ни добра, ну вот просто жаба давит, понимаете? Он давит, она и все. Ну неприятно, что вот у человека все хорошо, да? Вы знаете, от такой серенькой зависти очень сильно помогает чувство юмора. Когда вот приходит одна подруга к другой, и она говорит, ну, чем ты меня сегодня порадуешь? Это типа, что у тебя плохого? То есть, одна приходит к той, которая ей завидует, она обязательно может ее так подшутить, подковырнуть и сказать, ну, радовать мне тебя сегодня особо нечем. Или уже человек намекает, что я знаю о твоей зависти. Немножечко на юмор переводит эмоции. Это все равно лучше, чем обида, агрессия. А как вот этот, ну, я не знаю, это не национальный символ, но я знаю, что еще бабушки советовали. Если чувствуешь, что человек кто-то завидует, в карман руку положи, дулю скрути. Когда мы складываем в этот так называемый кукиш пальцы, мы получаем крест. Так. Это защита крестом. Когда обидчику выбрасывается на тебя, пожалуйста, это я от тебя защищаюсь. Вот хорошо, что в кармане, но не надо так вот прям друг к другу, ну, совсем вот так вот, прямо. Раз и все. Нет, ну, у нас общество, в общем-то, достаточно интеллигентное. Мы должны осознавать, что от человека, который вам завидует, которому вы не доверяете, защита должна быть, и она есть. Вы можете визуализировать крест, то есть закрыли глаза, представили свой лоб, здесь, здесь, здесь. То есть раз, раз, визуализировали крест вокруг себя. Визуализация зеркала. Зеркало. То есть, вот смотрят на тебя, а ты выставляешь вот такое мысленное зеркало, смотри в зеркало. То есть, это зеркало на человека, который завидует. да, ты стоишь за зеркалом. И еще, я хочу сказать так, чувство страха порождает почву для того, чтобы все прилипало. Прежде всего, не бойтесь, не бойтесь, и все будет хорошо. А салат «Белая зависть» как бы раскрывает карты. Да, мы немножко друг другу завидуем, но с такой любовью. Давай будем его есть. Давай. Давай будем сервировать для начала. Почему? Потому что здесь надо вот это выложить, нашу индейку, вот в это, в это вот, чтобы придать ей такую интересную форму. Чтобы это было не только вкусно, а это еще было красиво. Ну вот, я понимаю теперь, как вот эта «Белая зависть» работает. Вот смотришь, думаешь, какая же она молодец. Ну вот взяла, вот такое придумала. Пойду-ка я себе тоже так салатик выложу. И всем хорошо в результате. «Белая зависть». И вот индейка у нас здесь получается в гнездышке. Ну вы уже, конечно, знаете, нам рассказывала Танечка Литвинова на нашей кухне, что если нет такой специальной формочки металлической, кулинарной, то можно из пластиковой бутылочки вырезать такое кольцо и использовать его для придания формы. Пока Алёшка сервирует салат, я расскажу, как мы его готовили. Для приготовления салата «Белая зависть» вам понадобится грудка индейки, сухое белое вино, белый перец, соль, сливки, сельдерей, лук-порей, белый редис, листья салата, оливковое масло, бальзамический уксус. Мясо нарезать соломкой, обжарить. Добавить вино, посолить, поперчить, залить сливками, протушить минут пять. Стебель сельдерея, редис и лук порезать, заправить оливковым маслом и бальзамическим уксусом. Добавить листья салата. АПЛОДИСМЕНТЫ Красиво. Вкусно? Пряно, остро, качественно, нежно и с эмоциями. Ого! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ммм! Все слова, которые ты сказала об этом салате, прямо в точку. Вкус необыкновенно свежий и летний. Хотя я уверена, что в любое время года этот салат будет кстати. Спасибо тебе огромное! АПЛОДИСМЕНТЫ Вы тоже мечтаете всегда быть в тренде, но не уверены, что можете себе это позволить? А наш стилист Рома Медный утверждает, модно выглядеть может практически кто угодно. Нужно только знать некоторые правила. Рома, здравствуй! Привет! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Открою секрет, вот этот стих «Модно кто угодно» сочинил Рома Медный буквально за одну секунду. Вот так же с легкостью ты всегда и говоришь о моде. Да. Быть модной каждый день это многим женщинам кажется не по силу. Например, потому что дорого. Когда мы начинаем говорить о модных тенденциях, мы всегда обсуждаем высокие ориентиры, очень дорогие марки, очень дорогие бренды, где одно платье может стоить несколько тысяч евро. И для многих это похоже на захлопнувшиеся двери метро. Явно не мой вагон. Речь идет о том, что можно этой тенденцией вдохновиться и найти ей более дешевую, более доступную и более носибельную интерпретацию. А многие женщины и модницы, и не очень модницы сейчас используют слово сочетание быть модной так же часто, как быть в тренде. Есть ли какая-то разница? Что такое тренд вообще? Тренд это узкое направление моды. Конкретное платье конкретного дизайнера. Тогда получается сложнее быть в тренде, чем быть просто модной. Да. Так какую задачу стоит себе поставить? Задачу учиться выражать себя через одежду. И нужно уметь из этого выбрать то, что украсит именно вас. И мы сегодня с вами разберем пять самых горячих тенденций и выясним, кого же они украсят. Я не сомневаюсь, что у нас с вами получится, хотя, возможно, кому-то кажется, что эта задача не из легких. Помните, в начале лета Рома подробно нам рассказал, что будет модно, какие цвета, какие фасоны, какие ткани. И усвоив эту информацию, я уверена, многие женщины с легкостью были модницами, а не только хотели быть в тренде. Так что и осень у нас тоже все получится. Первая модная тенденция это клетка. Как носить клетку, с чем ее сочетать, сейчас разберемся. Здесь мы видим подиумные варианты. Ты видишь и платье-пальто, это и просто платье, при этом видишь платье поверх довольно толстого свитера. Это отсылка к сороковым годам, послевоенное время, очень тяжелое время для Италии, и Мючия Прада посвящает часть коллекции именно этому времени. Итальянцы очень любят свою историю. Затем мы видим классический брючный костюм с такими фальш-бедрами, которые простраивают очень женственный силуэт. И на четвертой картинке мы видим, что аксессуары в клетку могут быть очень ярким, красивым акцентом. Если вы не решаетесь носить костюм в клетку, либо юбку в клетку, выберите один аксессуар, обувь, либо сумку, либо может быть платок в клетку, это будет очень яркий, красивый акцент на фоне более сдержанных темных цветов. Первыми модницами не зря, наверное, считают знаменитостей. Ну, собственно говоря, разглядывая журналы, фотографии или телерепортажи, мы и задумываем, вот точно такое же или приблизительно такое же платьице захотели. Да-да-да, и звезды тоже полюбили клетку. Кестенданц показывает, что клетка либо шашечка может быть элементом не только кэжульного и делового образа, но и также краснодорожечного. Единственное, понимайте, что клетка довольно яркая расцветка, и если вы девушка не очень контрастная, выбирайте более приглушенные варианты клетки. Если вы выбираете платье в клетку, фигура действительно должна быть довольно стройной, довольно аккуратной. Но локально примененная клетка очень хорошо может скрыть определенные недостатки. К примеру, если у вас тяжелый низ, выбирайте клетчатую юбку темного насыщенного цвета и сочетайте ее с более светлым верхом. Если же наоборот у вас сверху хватает объема, выбирайте клетчатый темный жакет и сочетайте с более светлой юбкой и карандашом. Кукураша вдохновляется гранжем. Она сочетает кожаные легенцы с удлиненной клетчатой рубашкой. Ну а теперь переходим к жизни. Да, я хотел бы пригласить сюда свою помощницу Викторию. Здесь мы видим классический вариант клетчатой юбки. Обрати внимание, мы взяли ярко декорированную обувь для того, чтобы этот образ не выглядел офисным и скучным. Я правильно понимаю, что если юбка клетчатая, а то верхняя часть в одежде должна быть однотонной или возможные варианты? Клетка очень плохо дружит с другими принтами, с другими пестрыми расцветками, поэтому лучше клетку сочетать с однотонными вещами. Прекрасное доказательство того, как тренд можно использовать в повседневной одежде. Спасибо вам большое, Виктория, за помощь и за отличную улыбку. Следующая модная тенденция это тонкая полоска, которую женщины позаимствовали из мужского брючного костюма. Какая прелесть! Клетка в моде и полоска тоже. Делай, что хочешь. Но мы видим, что в женском варианте это смотрится очень интересно и необычно. Это платье от Стелла Маккартни. Полоска имеет очень сильный стройнящий эффект. И этот эффект лучше всего работает, когда он применен локально. Понимаете, где у вас больше объема и там применяйте полоску. Да, вверх и низ из полосатой ткани. Это будет выглядеть все-таки немного офисно. Сочетайте полоску, как и клетку, с более однотонными, более светлыми вещами. Давай на примере звезд рассмотрим. Конечно же. Холли Берри, как ты видишь, выбрала классический костюм. Но чтобы этот костюм не выглядел грубо, обрати внимание, она сочетает его с яркой, остроносой обувью. И при этом она взяла женственную сумку с ярким принтом, которая разбавляет этот офисный костюм. Сара Джессика Паркер. Полосочка правильная, очень приятный такой чернильный глубокий цвет. И при этом платье очень женственное за счет асимметричного выреза и за счет сложного воротника. Эшли Олсен, обрати внимание, она выбирает кокетливую длину укороченные брючки до середины икры, которые удлиняют ноги, делают их визуально более струнными. Вот для чего нужна полосочка. Подчеркнуть там, где нужно и скрыть то, что не надо. И я не сомневаюсь, что у тебя есть помощница, которая сейчас выйдет в чем-то полосатом. Как говорится, красиво плывет группа в полосатых купальниках. Кто это будет? Сейчас выплывет София. Боже, как мне нравится вот это яркое сочетание. Темный и оранжевый цвет. Это очень просто, это практично, это может сделать каждый, что мы, собственно, сейчас и доказываем. Что делать красоткам с немодельной внешностью, если хочется брюки в полоску? Точно так же выбирать широкие, расклешенные от бедра брюки в полоску. В сочетании с более плотно сидящим верхом они всегда будут иметь очень сильный стройнящий эффект. Спасибо, София. Спасибо. Если уже заговорили о рассветках, я не могу не отметить самый яркий, самый трендовый цвет этого сезона. Цвет аквамарина. Это широкий спектр оттенков от бирюзы до насыщенного цвета морской волны. Мы видим кадры с показов Марка Джейкобса, Антонио Берарди и Филиппа Лима. Очень важный вопрос. На рынках Киева уже появились вещи цвета аквамарин? Я проверял, да. Мы видим, что этот цвет может использоваться в качестве цвета для вечернего выхода, как это делает Блейк Лавли. Это может быть цветом верхней одежды, как у Джессики Альбы и Виктории Амбросии. И я хотел бы сюда пригласить Екатерину. Посмотрите, как здорово брюнетка подчеркивает с помощью этого цвета и оттенок кожи, и цвет волос. При этом, чем контрастнее девушка, тем более насыщенный оттенок она может себе позволить. При этом, обрати внимание, в сочетании с серым, с различными оттенками серого, и в то же время, обрати внимание на ногти. В сочетании с насыщенными оттенками красного, этот цвет все равно смотрится выигрышно. Он очень универсальный. Это цвет, который подстроится под любую ситуацию. Спасибо большое за помощь. Спасибо. Я все больше воодушевляюсь и с нетерпением жду еще одного тренда этой осени. Твит. Да ты что! Шерстяные фактурные ткани, тканью, которую заметна нитка, в этом сезоне в тренде. Почему? Потому что они очень выгодно контрастируют с женским лицом. На фоне грубой, немножечко мужской ткани лицо выглядит более свежим, более молодым и морщинки менее заметны. Здесь мы, собственно, видим и Праду, и Дольче и Габбана, и Шанель. Для Шанель Твит. Это вообще классический материал, который они используют уже несколько десятилетий. И он не теряет своей актуальности. Мы видим классику Кейт Миддлтон. Классическое пальто в стиле 70-х, трапециевидные формы. И здесь она на 8-й месяце беременности. Незаметно. Да, такая ткань очень удачно скрывает какие-либо объемы. Единственное, если вы девушка крупная, выбираете более темный, более насыщенный цвет. Раз уж заговорили о классике, я хотел бы пригласить сюда Ксению. Классический твидовый жакет, который пережил огромное количество реинкарнаций. Он всегда смотрится эффектно и в качестве части делового костюма, и, как мы видим, в сочетании с джинсами, удлиненной блузой и с яркими аксессуарами. Серги мы здесь прорифмовали с обувью. Совершенно очевидно, что если бы не эти эффектные туфли, комплект смотрелся бы совсем по-другому. Вот нужно быть смелой женщиной для того, чтобы вот так вот раз и осенью розовые туфельки прикупить. Как я уже сказал, твид и все грубые ткани должны контрастировать с вашей женственностью. Поэтому не бойтесь подчеркивать свою женственность при помощи шейного платка, при помощи яркой бижутерии, при помощи яркой обуви, либо яркой сумкой. Это только украсит образ. Ксения, спасибо вам большое за помощь. В нашей пятерке модных тенденций осталось одно место. Продолжаем тему фактурных тканей, но добавим немного женственности. Возьмем фактурные ткани в легких, женственных, практически зефирных тонах. До этого мы рекомендовали фактурные ткани украшать какими-либо аксессуарами, добавляя к ним женственности. Здесь нужно быть очень-очень аккуратной. Сочетайте такие фактурные ткани легких тонов только с аксессуарами тон в тон. Наталья Портман сочетает такое пальто с сумкой-мешком. Это тоже один из трендов данного сезона, как мы уже могли заметить. При этом именно в сером цвете. И я хотел бы сюда пригласить свою помощницу в пальто Мирославу. Главное правильно сочетать. Обрати внимание, как мы вывели цвета розовым и сочетаем с фиолетовым и с ярким насыщенным синим. Большинство моделей этой осенью будут вот так, без пояса, свободные в талии. Да, это тоже одна из модных тенденций. То есть пальто как будто с другого плеча, как будто на несколько размеров больше. Спасибо большое за помощь. Спасибо. Ну а давай теперь подведем радостные итоги. Мода оказывается доступна. Если вы выбираете фактурную ткань, выбирайте ее таким образом, чтобы она украшала вашу фигуру. Если вы девушка крупная, выбирайте фактурные ткани темных, насыщенных цветов. При этом акцентируйте талию для того, чтобы сформировать силуэт песочных часов. Если вы девушка хрупкая, подчеркивайте свою хрупкость при помощи оверсайз вещей, вещей с чужого плеча. Будьте смелее в сочетании цветов и в сочетании фактур. Если вы выбираете выраженные фактуры, украшайте их яркими женственными аксессуарами. Не забывайте про клетку и полоску. Помните, что локально примененная, она может эффектно уменьшить объемы в сочетании с более светлой, плотно сидящей вещью. Как ты думаешь, с помощью одной-двух вещей, из тех трендов, которых ты нам рассказал, можно действительно освежить гардероб? Или не стоит и пытаться? Я бы взял клетчатую юбку и обязательно взял бы оверсайз пальто. Эти два предмета сделают вас самой модной этой зимой. И добавлю, немножко любви к себе. Это нам с вами необходимо. Круглый год. Спасибо тебе огромное. В Украине все более популярными становятся партнерские роды. При этом растет количество как сторонников, так и противников этого процесса. Стоит ли рожать вместе с мужем и как это может сказаться на здоровье мамы, ребенка и семейных отношений? Обсудим вместе с гинекологом Виталием Рымаренко, Дашей Трегубовой и Тарасом Шпирой. Встречайте моих гостей. Спасибо, что пришли. Есть женщины, которые еще не знают, как им поступать. И к нам в программу пришло письмо от молодой мамы, которая сомневается, стоит ли ей идти на роды вместе с мужем, потому что не знает, как это отразится на их будущих отношениях. Чтобы разобраться в этом вопросе, мы выяснили мнение украинцев и поместили его вот в эту таблицу. Здесь три главных аргумента за и против, которые мы сегодня и будем обсуждать. Ну и я так понимаю, что Даша и Тарас сегодня представители противоположных точек зрения. Или я ошибаюсь? Давай начнем с тебя, Тарас. Для меня это было два самых счастливых мгновения в моей жизни. Вот без преувеличения. Я бы себе не простил, если бы я там не присутствовал. То есть ты сторонник партнерских родов? Я стопроцентный сторонник партнерских родов по разным причинам. Я думаю, что мы обязательно сегодня это обсудим. Дашенька, а ты? А я, родив единожды Полиночку два года назад вместе с мужем, приняла решение больше с мужем не рожать. Мне кажется, что роды на мужскую психику оказывают очень сильное влияние. Иногда гораздо более сильное, чем даже сам мужчина в этом признается. Вот такие у нас разные точки зрения. Так же, впрочем, как и у всех жителей нашей страны. Но давайте обратим внимание на точку зрения людей, у которых мы спросили. Вот за и против партнерских родов. Первое. Муж может облегчить роды супруги, и муж в родильном доме не нужен. Насчет первого пункта, честно скажу, мой муж помогал, когда я была в роддоме. Когда пришел анестезиолог, и мне делали эпидуральную анестезию, и мой муж помогал просто меня держать, потому что у меня уже были схватки довольно сильные, и он меня помогал держать, успокаивал. Ну, и мне, в общем, такие возможности были. То есть он не был бесполезным? Он не был бесполезен, но я думаю, что в следующий раз я спокойно обойдусь без него. Точно так же меня могла бы держать медсестра. Друзья, но есть определенные форс-мажорные ситуации, которые при отсутствии мужа разрешить просто невозможно, и ты никому ничего не докажешь. Нет, я не говорю, что муж может сидеть внизу на первом этаже, если я об этом знаю. Нет, он должен быть рядом, в родильном зале. Хорошо, когда роды происходят в хорошем приватном роддоме, при абсолютно достаточном количестве медицинского персонала, внимательного, который поддержит вовремя, сделает все необходимые уколы, принесет водички и будет мониторить все показатели родовой деятельности. Так. Это одна ситуация. Вторая ситуация, когда роды происходят в обычном родильном доме, когда роды происходят не одни, а несколько, когда доктор уже задействован в родах и не имеет возможности выйти персонально к пациентке, которая находится в схватках, которая беспокоит боли, которая беспокоит жажда, которая неправильно дышит, которая то упадет с кровати, то поднимется, то присядет, то побежит. Так она себя ведет, она пытается всеми мыслимыми ситуациями облегчить старания. И нет никого рядом, потому что вся бригада, а дело, предположим, происходит ночью, вся бригада находится на других родах, и они могут находиться там и час, и два, потому что потуги могут находиться, ну, потуги, как правило, продолжаются в течение двух часов. А если вся бригада уйдет в операционную, значит, никого вообще рядочком не будет, кроме с одни тарочки, которая может в лучшем случае поддержать словом и принести водичку. В том случае, который вы описали, одна реплика, которую я хочу присыскать, очень поможет мама. Ну, зачем брать мужа? Возьмите маму. Ну, по структуре своей мужчине терпеливее, выносливее, и они могут принимать адекватное решение в стрессовой ситуации. Мама, у мамы болит сердце, у мамы гипертония. Она рожала уже. Есть свой негативный опыт. И мама будет точно так же повторять с дочерью все, что делает дочень. Значит, муж в роддоме должен, первое, поддерживать морально женщину, внушать женщине оптимизм добрым словом, вовремя сказанной шуткой, рассказанным анекдотом, принести ей водички, поддержать ее, дать ей положение, то, которым ей легче дышать, массировать ей спину. Кроме этого, бывают такие моменты, когда женщина чувствует себя крайне беспокойной. Задача мужа выйти к докторам или к медицинским работникам и сказать, вы знаете, мою жену что-то беспокоит. Давайте мы вместе с вами пройдем, и вы еще раз послушаете ребеночка, померяете давление, сделаете обезболивающий препарат. Внушить женщине спокойствие и уверенность в благоприятном исходе рода. Какой муж может оказаться бесполезным? Нет, давайте, муж полезным окажется тот, который подготовлен. И ни интернет, ни книжка, ничто не может заменить хорошей школы материнства, когда общаются инструктора, психологи, акушеры-гинекологи, педиатры, анестезиологи, и все рассказывают о том, что может происходить в родах. Какая помощь потребуется мужу, какие точки надо нажимать на теле женщины, где можно прижать седалишные нервы, где можно прижать, сделать анестезию по методу пальцевого массажа. Это все доступно, это всему можно научиться очень легко. А были ли в вашей практике ситуации, Виталий Борисович, когда муж действительно оказался незаменим во время родов? Ну, безусловно, я был такой муж. Потому что я был еще студентом медицинского института, в 21 год жена родила первого ребенка. А тогда это не было так популярно, как сейчас? Единичный случай. Достаточно было одеть медицинский халат, и одеться красиво, бахилы, и все. Я был в родзале, и тогда было по 16-17 родов в сутки, и, слава богу, 35 лет назад рожали много и часто, и весь период потух я находился рядом с ней. С обезболивающими, со словами, с нежностью, с любовью. Я увидел, как рождается моя дочь, и в этот момент я был невероятно счастлив, и даже я еще не был тогда укшером-гинекологом, это был четвертый курс мединститута, а потом уже это повлияло на выборы моей профессии. Именно, понимаете, это одно из невероятных чудес, это чудо, когда из двух клеточек, мужской и женской, появляется такое 3,5-килограммовое чудо, полностью готовый человек. Давайте рассмотрим следующий вопрос и еще варианты за и против партнерских родов. Муж проконтролирует работу врачей или медработников, это спорная ситуация, потому что для того, чтобы контролировать работу врачей, надо понимать, в чем она заключается. И работа врачей заключается в родах, в первую очередь в том, чтобы не повредить рождению ребенка. Нужно иметь большое терпение, когда женщина рожает. Не надо помогать природе рожать детей. Природа прекрасно справляется. Главное, вовремя увидеть все те сложности, которые возникают по ходу родов и принять необходимые меры. А вмешиваться в нормальные роды не нужно. Но часто мужчины не понимают это. То есть они не понимают, почему врачи ведут себя достаточно пассивно, спокойно, а не оказывают какой-то непрерывной помощи его жене, которая кричит, которая ведет себя неадекватно, которая плачет, может быть, взывает к мужу о помощи, сделай что-нибудь, помоги мне, ты видишь, как мне больно. Мужчина не всегда понимает эту ситуацию и при появлении доктора, доктор получает от мужа хорошую оплеуху, потому что доктор не оказал внимания жене, которая кричит. Называется доктор, жена плачет, сделайте что-нибудь. Каким образом ты сотрудничал с врачами во время партнерских родов или мешал им, может быть? На самом деле, у меня есть два этапа. Первый раз, когда это было впервой, ну, в принципе, все логично, и я переживал гораздо больше. Вот вы сказали, как про меня, сделайте что-нибудь ей плохо доктору, а он сидит спокойно, говорит, ну, подождем. Говорю, что ждать? Ну, вот такое. Она рожает. Она рожает. Говорит, да, мы подождем. Ну, и, конечно, потом уже, немножко разобравшись и ко вторым родам мы подошли уже более осознанно, понятие было больше, какое-то доверие появлялось. Вот, доверие, да, это очень важно. Да, вот доверие. Раз уж ты доверился профессионалу, будь добр, только помогай ему и отвечай на его какие-то рекомендации. Здраво. Или мешай. Если не доверяешь, то что тогда? Муж будет вмешиваться в работу врачей, таким образом, может им помешать. Это будет полный, это полнейший будет сумбур. И тогда есть одно хорошее решение. Муж просто его просит покинуть родильный дом. Тогда получается, Виталий Борисович, что с точки зрения профессионала, человека, который действительно несет ответственность за то, что происходит в родильном зале, в роддоме. Вы считаете, что муж в качестве контролера работы медиков не авторитет? Нет, он помощник жене, он фактически младший медицинский брат для своей жены. Он ни в коем случае не врач. А бегать и посмотреть, заглянуть, а как там у жены что расширилось, что сузилось, сколько крови, не нужно. Просто ставится ширма или же накрывается все стерильными простынями. Врачи делают свое дело, мужья делают свое дело. Не надо это все в единый конгломерат заносить. Мне кажется, что вот здесь очень важно учитывать еще психологические особенности вашего мужчины. То есть, если он склонен к тому, чтобы не доверять врачам, милиционерам, людям на улицах, в магазинах, не берите. Мало того, человек может нарушать санитарные нормы. Это против, да? Аргумент. Как вы к этому аргументу относитесь, Виталий Бунин? Так. Мужчины должно быть бак, пассивный, астафилококк из дева, флюорография и желательно сделать РВ. То есть, не надо приносить в роддом инфекции. Даже если вы будете максимально компетентны, вы подготовлены, вы хотите принять участие в родах жены, и она рожает, но вы простужены, у вас гербис, вы кашляете, вы переносите РВИ. Не надо идти в родильный дом, вы не принесете добро. Я даже не знаю, уместно это сейчас или у меня очень смешная история связана вот с приходом моего мужа в роддом. Это, наверное, самая фантастическая история, о которой можно просто снять кино. Произошло это, правда, не в момент моих родов, а за день до моей выписки, то есть через три дня после того, как я родила. Мой муж пришел меня проведать, и внизу его ужарила оса. Когда мой муж зашел в комнату, я вдруг поняла, что у него начинают как-то стран... А у меня крошечный ребенок там, ну вот... Да, Полина. И вдруг я начинаю понимать, что мой муж как-то странно начинает раздуваться. Причем раздуваться не в том месте, куда его укусила оса. Я не буду рассказывать долгие перипетии. Через полчаса он лежал в реанимации в моем же роддоме с, как это называется, анафилактическим шоком. Ничего себе. То есть вот такие бывают ситуации. И, естественно, если бы это произошло тремя днями ранее, вот это был бы... Слушай, это меня наталкивает на воспоминания, которые женщины передают из уст в уста. Муж пошел на партнерские роды и упал в обморок. Врачи, увидев это, бросили роженицу и начали... Ничего подобного. Как это бывает? Ничего подобного. Если врачи задействованы в родах, то муж может упасть и спокойно себе лежать в обмороке. Пусть валяется, главное, чтобы не мешать. Скажут санитарки, побрызгайте на него водичку, можете подышать его в род. В общем, делайте с ним что хотите, мы занимаемся родами. У нас рождается ребенок. А падают мужья в обморок? Нет. Ну не падают, Надя, ну не падают. Ну фольклор, ну все фольклор. Потому что мы работаем с пациентами. У нас мужчины с женщинами ходят на прием. Они приходят с ними, они сидят и слушают, что говорит доктор. Они пойдут на школу материнства послушать. Они еще 10 раз спросят, как нам готовиться, какой психолог нам поможет. И как мы будем себя чувствовать после. Как у нас будет сексуальная жизнь после партнерских родов. Вот это называется ответственное отношение к тому, что происходит во всем. И партнерским родам в том числе. И вот к этому, наверное, мы всех и призываем подумать, взвесить, принять решение. Еще одно важное фактор. Мы не зовем мужчин принимать участие в процессе родов в потужном периоде. Это 10% мужчин попадает в родильный зал. 90% мужчин помогают женщине в предродовой. И когда женщину приглашают в родзал, мужчина говорит, ну я тут побуду. И доктор говорит, да конечно, прекрасно. Как только мы родим, мы вас позовем. В то же время мужчина в потуках еще более важен. Потому что доктор сосредоточен на состоянии женщины, состоянии ребенка, сердцебиение, открытие, продвижение ребенка. То есть он полностью, он даже глаз не поднимает, не смотрит на лицо, как она дуется. А женщины так дуются, что глаза приходится держать руками, потому что они выходят наружу. Она не научилась дуться. Капиллярчики. Капиллярчики, а с красными глазками у нас полотделения, рыбки ходят такие. Получается, что насчет контроля работы медиков нужно быть мужьям особенно осторожными. Ну а санитарные нормы, если советоваться с врачами, то в принципе мужчина и не нарушит. нарушение санитарных. Давайте перейдем к третьему вопросу. Есть еще за и против партнерских родов. Первое за. Мужчина более трепетно относится к своему ребенку. И против. Мужчина теряет сексуальное влечение к супруге. Трепетность, да. Ты по-другому относишься вообще к моменту появления человека на свет, да. Я не хвастался еще вот насчет фотографий. Я отношусь к тем сумасшедшим папочкам, которые имеют фотографии. А у меня есть фотки одного и второго сына. Там вот им пять минут, десять минут от роду и так далее. Мужчина действительно, ну мой муж, отличный отец. Я не знаю, связано ли это с тем, что он перерезал, брал и лицезрел, но он действительно потрясающий папа. По поводу секса, это самый главный вопрос у всех женщин, которые рожали с мужьями. Далее в шоу. Кому из знаков Зодиаку, Хаял Олег Перов радит быть обеченным с новыми знакомыми, адже они могут скористаться с вашей доверливости. И незабаром, дизнайтеся, че дейсно псуются интимные стосунки після партнерских пологів. Девідься цього тижня у «Все буде добре». Не кличуть заміж. Вам зраджують чоловіки? Ніяк не можете выбратися зі злиднів? Олена Курилова розкриє секрет, як змінити власну карму. Ты сьогодні нам расскажеш о тех правилах жизни, які помогут змінити, так сказати, свою судьбу. Есть определенные кармические судьбоносные дати рождения, дати ухода человека, но эти точки можно сдвигать. Найкращий графолог України підкаже, як завдяки одній літері дізнатися найпотаймнішу прокохану людину. Возможно, даже определить, когда може лучше просить деньги. А просто зараз дивіться, чи правда, що після партнерских пологів чоловіки втрачають потяг до своїх дружин. По поводу секса, це найголовній питання у всіх жінчин, які рожалися з мужами. Вот зайдіть, я знаю, що всі доктора дуже не любят інтернет, тому що всі пацієнти дуже його любят, але насправді, велике кількість форумів посвіщено именно цій темі. Очень сильно нарушились отношення. Хуже стало сексом, реже стало сексом, може бути не такий, як раніше. І чесно скажу, я на себе тоже це, да, первое время я це почувствовала. Це було якось, то, що я кажу, мені здається, що у мужчин якийсь потайний все-таки є такий. Ніколи не буде такого секса после родов, який він був до родов, тому що нельзя дважды війти в одну і ту ж реку. Ви должны прекрасно понимати, що що-то зміниться между вами, мужем і так далі. Це змінення носить анатомічний характер, психологічний характер і сексуальний. В то же время, масса женщин, які кажуть, я после родов испытываю чувства ярче, оргазм ярче, удовлетворення. Так це якщо мусь хоче, а якщо мусь не хоче, то як же чаще-то тоді? А ви знаєте, ця теорія о тому, що мусь хоче чи не хоче, дуже мало зв'язана з родами. Вона зв'язана з життєю мужчини і жінчини после рождения ребінка. Все зміняється. Тому що, перше, усталость. Безусловно. Мама отдана ребінку. Кормлення, віддіх, кормлення, віддіх, сон і так далі. Музіна теж подати, прийняти, прийняти, купити, встати, дати сосочку, 7 раз встати за ночь, жену розбудити, посмотреть, щоб, якщо не спят місце, щоб она не налегала на ребінка, она заснёт і може навалитися на навороженого, який спит рядом, і так далі. Музіна дуже спокійно себе чувствует. Друзі, я не знаю, вот я сейчас вспоминаю, і після перого разу, і після второго, да все окей. Ну, даже, даже как-то більше, чем окей. Вот доктор говорил, ну-ну-ну, ви подождите, а мы окей. Вот та усталость, о которой ви говорите, она присутствовала в какой-то первый период. І це вообще, ну, мені кажуть, це естественно, це навіть не стоїть обсуждати. А ночний ребінок плачет, ти не знаєш, по чому. То животик, то ще що-то. І как бы, це два таких полузомби, якщо муж відповідно к этому підходить, ну, якби жена, тем більше, перші місяці. Ну, а потім знаходиться время для друг друга, і оттого ще і приєтні всі ці процеси, і так далі. Тому, ну, якби, дзакономерно і логично. Як зенщини, які пишуть на форумах, що партнерські роди повлияли на сексуальну життя, це объясняють? То есть, як їм кажеться, чому це повлияло? Тому що, мій увігував страшну картину, і в найбільш відповідний момент у нього це відбувається перед глазами? Или він думає, що з жінчиною щось не то? Пішуть, що на самом деле мужчина – существа впечатлительні. Що таке желання? Що таке желання секса? Це не тільки наше прекрасне отношення к чеку. Я можу прекрасно относитися к кому угодно, але не хотіти його при этом, правильно? І дуже багато фантазії, мужські, коли вони себе там гриво, то вони грали в якісь там переодевання, то ще. І він увидів жінчину, ну, скажімо, можливо, він не з той сторони подошел, він не подошел со сторони лоб протереть, а подошел з другой сторони, з которой стоял доктор. І для мужчини це стало травмой. Ну, вот він прекрасно относиться к своєю жене, він їй страшно благодарен, але він не хоче з неї спасти. Коли жінчина говорить, «Мне кажется, муж не іспытыває, да іспытыває він все, да проявите ви себя, да займитесь ви немножко мужем, да не рефлексируйте, не сидите, мне кажется, да подойдите, обнимите, страстно поцелуйте». Кстати, да, «А, вот это замечательная точка зрения мужчины, гинеколога с 35-летним стажем, который, хотя и говорил от себя, но, мне кажется, развеял сомнения очень многих женщин». Нужно обсуждать ваши проблемы. Класс, мне нравится. Не на форумах, а лично, принимая участие с мужем, да в крайнем случае с психологом, с гинекологом, которому вы доверяете. Сядьте и обсудите свои проблемы. Итак, по третьему пункту получается, что практически все согласны с тем, что мужчина, который присутствовал на партнерских родах, более трепетно относится к ребенку. Ну, а насчет сексуальных отношений нужно поработать в любом случае. У нас, как вы помните, разговор начинался с письма нашей зрительницы, которая сомневалась насчет партнерских родов. После того, что мы сегодня обсудили, какой совет или, может быть, пожелание у вас есть к этой очаровательной девушке? Дашенька, давай начнем с тебя. Вот мы сегодня много говорили. Я, скажем, чуть-чуть изменила свое мнение. Я бы допустила мужа в предродовую палату, но не вела его уже непосредственно в святая святых, где идут потоки, где рождается ребенок. Мужа нужно брать с собой на партнерские роды, чтобы он шел от и до только в двух случаях. Первое. Если ваш муж доктор, желательно доктор-гинеколог. И второе. Если ваш муж сам, стоя на коленях, вас умоляет, пожалуйста, возьми меня, я мечтаю, я хочу. Если только вы чувствуете хоть какую-то неуверенность или какой-то нюанс, что, может быть, он не так хочет, как он это говорит, все, не берите. Какой совет или пожелание есть у тебя тем парам, которые стоят на пороге выбора, идти на партнерские роды или нет? Я всем своим друзьям, которые особенно в процессе вот или ждут ребеночка, или планируют, я парням вот я искренне заявляю, да, может быть, это мой месседж какой-то, ну, это мое личное, о том, что, ребята, это очень здорово, я вам рекомендую. Но в случае, если по каким-то причинам у вас это не получается, или вы приняли на вашем семейном совете, что это не ваше, вам это не близко, да, это, опять же, ваше право, и оно также достойно всеобщего уважения. Идите, пейте с друзьями. Да, вот, да, вторая альтернативная. Альтернатива, да. Да, альтернатива, пейте с друзьями. Ну, опять же, с друзьями можно выпить через день. Но встретить появление на свет своего ребенка, дается или единожды, или всего несколько раз в жизни. Пока женщины будут относиться к своим мужчинам, как к мальчикам, не надо мальчикам ходить на роды. На роды ходят настоящие мужчины. Ответственные, подготовленные и понимающие, зачем они туда идут. Мы не влияем, врачи не влияют на выбор семьи, принимать мужа участие или не принимать. Но мы поддержим, подскажем, обучим, направим, подготовим, обследуем, благословим и встретим после родов со своим советом. Огромное спасибо за вашу точку зрения и жизненный опыт, которым вы так щедро поделились. Слушайте, любовь – это такая ответственность. Но если есть любовь, то вы как пара сможете принять ответственное решение по поводу партнерских родов. Я в это верю. Все будет добре. Дорогие мои телезрительницы, напоминаю, что на страницах журнала «Единственное» стартовал масштабный проект «Ты единственная». Шесть его финалисток попадут на обложку журнала «Единственное», а также в студию программы «Все будет добре». Чтобы принять участие в этом проекте, зарегистрируйтесь на сайте издания и напишите короткое эссе о себе, о своих успехах и достижениях, пусть даже самых небольших, но важных для вас. Я с нетерпением жду ваших историй. Чтобы заглянуть в будущее, не обязательно быть предсказателем. Достаточно просто послушать прогноз от астрологов, который подготовил мой друг Хаял Олегперов. Встречайте. Здравствуйте, Хаял. Тиждень сприятливый для вырешения финансовых питаний. Можно смеливо плановать крупные инвестиции или покупки. В сфере карьеры появится шанс поэкспериментовать. Например, доведеться вырешивать вопросы, до которых раньше вы не мали отношения. Будьте смело вишенными. Не исключено, что вам сподобается новое амплуа. Расширяйте границы своих возможностей. Новый опыт – это всегда хорошо. К чему готовиться овнам? Овнам варто бути уважнейшими с близкими. Можливо, им знадобиться ваша допомога и мудра порада. В особистом житті представників знаку чекает невеличкое випробование. Підвищена увага протилежной стати до вашей персоны может запаморочить голову. Не відкривайтеся малознайомим людям. Вашою щиростю можуть скористатися. Не теряйте бдительность и тогда не придется жалеть о необдуманных поступках. Далее – тельцы. Тельцям зірки не рекомендуют братися за побутові справи, адже можливі травми. Проте представники цього знаку можуть з легкістю досягти успіху в сфері карьєри. Докладіть максимум зусиль, адже заповідна мета близько, як ніколи. Как говорится, ловите, удачу за хвост и все получится. К чему готовиться близнецам? Близнюки зможуть багато чого переосмислити цього тижня. Не дивуйтеся, якщо замість зустрічі з друзями, вони ратом засидяться допізна в офісі. І правильно зроблять, адже саме час закінчити розпочатий проект і отримати довгоочікуване підвищення. Не поленитесь приложити максимум усилій для достиження своїх цілей, і у вас точно все вийшло. Раки далі. Ракам слід утриматися від далеких поїздок, особливо, якщо ви водій. Зірки застерігають про неприємні випадки на дорозі. У сфері особистих взаємин можливі конфлікти, які ви самі спровокуєте. Тож будьте терплячішими, аби захистити сімейне гніздечко від сварок. Не будьте слишком строгі і требувателі к своїм близьким. Ви відтоже не ідеальні. Впереди льви. Леви відкладуть роботу, аби розібратися у власних почуттях. Їх накриє хвиля романтики і ностальгії. Не варто сприймати це як прояв слабкості. Навівши лад у своїх думках, ви з новими силами повернетеся до звичних справ. Цього тижня зірки подарують можливість проявити саме. Можливо, їм доручать важливі відповідальні завдання, або вони отримають підвищення. І діви зроблять усе, щоб виправдати покладення на них наділи. Увірено, з таким підходом у вас вийдео виповнити всі поставлені задачі. А що у весов на цій тижні? Перезам варто починати пакувати валізи, адже попереду поїздки і нові знайомства. Але зірки попереджають. Нові друзі навряд чи будуть щирими, тож не відкривайтеся малознайомим людям. Також обмежуйте власну допитливість. Пам'ятайте, менше знаєш, краще спиш. І у нас сьогодні праздник благодаря Хайалу, представителю знака веси, який народився в цей день. Хайал, от себя, от сильнейшої команди і от всіх зрителів. Ми желаємо тебе крепкого здоров'я, огромного счастья, і щоб у тебе знаходилось время для личной жизни, щоб у тебе була сем'я, щоб все було добре, щоб ти почаще так красиво улыбався. Огромне тебе спасибо за все то добро, яке ти дариш нам так щедро. Поздравляю тебе с праздником. С днем рождения. Ну що ж, а тепер знову робота. Скорпіони чекають інформації для себе. Цього тижня скорпіонам щаститиме в любовних справах. Їх очікують приємні знайомства, які можуть перерости в серйозні стосунки. А ось зі здоров'ям у них не все так край дужно. Зіпсувати настрій можуть проблеми з травною системою, тому ретельно стежте за своїм раціоном. Предвкушення романтичних событий не може не волнути, але треба пам'ятати все добре, що в меру. Далі стрільці. На стрільців очікують непорозуміння в колективі. Стійте на своєму, радять зірки, адже прояв толерантності зараз прийматиметься як слабкість. Відстоюйте свою правоту розумними і демократичними методами, що допоможе уникнути конфлікту і додасть вам авторитету. Будьте тверди в своїх убежденнях, і це обов'язково оцінити окружаючі. Козироги чекають інформації для себе? Козироги ще раз можуть переконатися, що кожен сам будує своє щастя. Зараз ваш успіх залежить від того, наскільки ви активні, життєрадісні і цілеспрямовані. Не варто скажетись керівництву на втому, інакше підвищення отримає хтось інший. Тож частіше посміхайтеся життю, і воно посміхнеться вам у відповідь. Це простая істина. Улыбайте життя, і вона улыбнеться вам. В ответ водолієм, що звізди приготовили. На цьому тижні водолієм нагадає про себе їх минуле. Можливо, на горизонті з'явиться колишня любов, та спроба почати все спочатку, закінчиться нічим. Але якщо минуле з'явиться у вигляді незакінчених справ, варто поборотися. Опираясь на полученний опит, у вас вийде реалізувати те, що не вийде до сих пор. І риби напослідок? Риби в цей період займуться реалізацією давніх планів. Їх починання будуть успішними, проте не слід дослухатися до всього, що говорять оточуючі. З чужої дзвіниці безумовно видніше, але звік на криви відбуває різним. Тому найкращий порадник для вас – ви самі. І кожен новий день – це можливість діювати. Діляйте це з удовольствію, і все буде добре. Давайте зустрічимось завтра. Дякую, Чехайла, з днём рождения! Дякую! Дякую!